Привет! Сегодня мы говорим о управлении бизнес-процессами. И мы говорим об управлении бизнес-процессами не только в диджитал-бизнесе, но в бизнесе в общем. На самом деле для этого подхода, для этой методики совершенно нет никакой разницы, в какой сфере находится бизнес и его принципы применимы для любой сферы. Начнем мы с того, что синхронизируемся в понятиях, собственно, что такое управление бизнес-процессами, зачем это, о чем это, потому что люди по-разному представляют о том, что это такое, для чего используется. Например, кто-то считает, что управление бизнес-процессами – это набор и управление документацией, кто-то считает, что это связано в первую очередь с информационными технологиями, но все же о чем мы говорим, когда говорим об управлении бизнес-процессами. Вот самый термин, он как бы состоит из трех составляющих. Да, здесь есть и управление, и бизнес, и процессы. Предлагаю начать с простого. Что такое процесс без лишних сложностей? Процесс, по большому счету, это просто цепочка действий, которая выполняется для достижения какого-то результата. При этом достижение какого-то результата – это одно из ключевых понятий. То есть действие само по себе, действие ради действия – это никому не нужно, но это неинтересно. Главное в самом процессе, в любом процессе – то, чтобы он был выстроен таким образом, чтобы мы могли получать заданный результат при каждом его повторении. То есть вне зависимости от того, сколько раз мы будем выполнять эти действия, мы должны получать один и тот же результат. Собственно, большинство технологий построено именно исходя из этого принципа. Длительность процесса или периодичность его выполнения при этом совершенно не важна. Процесс может происходить буквально считанные секунды, а может растягиваться на месяцы и даже годы. Допустим, процесс научных разработок или конструкторских разработок, он может занимать очень длительное время, но тем не менее это процесс. Бизнес-процесс, он называется потому, что итоговой целью всей деятельности, которую мы рассматриваем, является все-таки извлечение прибыли. То есть, когда мы говорим о бизнес-процессах, мы говорим о процессах компании, целью которой является извлечение прибыли. Конечно, не просто какой-то прибыли, но весьма конкретной. Для того, чтобы мы получали ту конкретную прибыль, на которую мы рассчитываем, к бизнес-процессам предъявляются дополнительные требования, связанные с результативностью и эффективностью. Нужно отметить, что результативность, эффективность – это вот такие неотъемлемые характеристики любого бизнес-процесса, но это совершенно разные вещи. Это очень важно понимать, потому что процесс может быть результативен, но неэффективен, и наоборот, он может быть эффективен, но не результативен. Когда мы говорим о результативности, мы говорим о получении того продукта, того результата процесса, который был спланирован, спроектирован и который мы хотим получить. Если же мы рассматриваем эффективность, то мы рассматриваем не просто получение результата, но еще и затраты ресурсов на то, чтобы этот результат получить. Именно поэтому процесс может быть результативен, но неэффективен. То есть мы вроде как получили то, что хотели, но при этом потратили огромное количество ресурсов, и это как бы неэффективно. С другой стороны, процесс может быть эффективен, но не результативен. В таком простом и смешном варианте самым эффективным процессом является тот, который не произошел. Потому что мы вроде как ничего не получили, результативности нет, но при этом мы ничего не потратили. Соответственно, эффективность высокая. Прошу прощения, забыл про то, что у нас идет презентация. Она немножечко приторможивает. Роман, можешь на полный экран показать презентацию, чтобы она была так прям видна? Если, конечно, тебе мешать это не будет. Я думаю, не будет. А так будет прям всем лучше. Все супер, спасибо большое. Да, и коллеги, если есть вопросы, вы можете задавать их по ходу. Поэтому, если я не планировал этот вопрос рассмотреть, я на него отвечу. Если нет, то просто скажу, что отвечу на него чуть попозже. Итак, вернемся к процессам, к результативности, к эффективности. Значит, результативность и эффективность. Две характеристики, которые мы должны постоянно рассматривать, когда говорим о бизнесе. Управление бизнес-процессами. Процессы понятно, почему бизнес-процессы тоже понятно. Теперь третья составляющая, о которой почему-то очень часто забывают. Это управление. Собственно, в этом и заключается вся соль. Процесс – это вот как. А бизнес – это куда. А управление – это посредством чего, ну и, собственно, зачем. Можно определить процессы, можно потратить кучу времени и сил на описание, и надеяться, что все как-то заработает. Но просто так оно не заработает. Управление состоит из определенного цикла. Здесь нужно изобретать велосипед. Это господин Деминг давно вывел управленческий цикл, который в классическом варианте состоит из четырех составляющих. Это планирование, выполнение, контроль и корректировка. Но очень часто об этом точно так же забывают. Об этом цикле. Выделяют определенное составляющее, и много внимания уделяется планированию и контролю. А вот остальное почему-то выпадает. Если мы хотим эффективно управлять чем-то, ну, в частности, бизнес-процессами, то цикл должен быть обязательно полным и даже немного расширенным. Обязательно должен присутствовать процесс планирования. Обязательно должна быть организация. Дальше следует выполнение, проверка и поправка. Вот на этом я хотел бы немножечко остановиться. С планированием все понятно. Мы относительно планирования много вещей сказано. Поступил вопрос, будет ли доступна запись вебинара. Да, насколько я понимаю, Дмитрий... Да, да, запись будет. Окей. Вернемся к циклу. Значит, с планированием более-менее понятно. Сейчас уже все научились относительно эффективно планировать. Часто выпадает элемент организации. Что такое организация? То есть вот вы распланировали, как должен проходить процесс. Для того, чтобы его запустить, для того, чтобы можно было перейти в стадию выполнения, вам нужно организовать все, что необходимо для его выполнения. В частности, если вы говорите о том, что вы, допустим, автоматизируете воронку продаж в вашей компании или для ваших клиентов, понятное дело, что для того, чтобы ее автоматизировать, вам нужен не только инструмент, который позволит это сделать, но вам нужны еще определенные критерии, вам нужна определенная методика. Вам нужно эту методику заложить в этот инструмент. Вам нужно научить людей работать с этим и так далее и тому подобное. То есть вам нужно обеспечить выполнение процесса. Это и есть организация. Вот организацию почему-то очень часто упускают из виду. Когда говорят о том, что хромает, как правило, исполнение, говорят о том, что пропустили или недостаточно уделили внимание этапу организации и сразу перешли к выполнению. В таком случае это не работает. После того, как процесс запущен и прошло некоторое количество итераций выполнения, необходимо, собственно, проверять, получаем ли мы то, что хотим. О том, как проверять и на что ориентироваться, я расскажу чуть дальше. Но смысл в том, что я даже специально заменил слово «контроль» на слово «проверка». Контроль почему-то часто воспринимается как нечто такое жесткое и негативное. На самом деле контроль делается не для того, чтобы кого-то наказать или найти виновных, а он делается для того, чтобы найти те разрывы и те недостатки, которые у нас существуют. И на последующем этапе, на этапе поправки устранить эти разрывы. И тогда мы можем замкнуть цикл, перейти к следующему, выйти на следующий виток цикла, снова начинать со стадии планирования, но мы будем говорить уже о планировании не текущего выполнения, а планировании улучшения. Таким образом мы постоянно проводим улучшение процесса. Вот таким образом получается, что управление бизнес-процессами, оно связано все-таки с управленческим циклом. Собственно, с управленческим циклом того, что и как делает компания. Мне очень нравится эта область деятельности, потому что она весьма конкретна. Вот если мы будем рассуждать о какой-нибудь области знаний или деятельности, допустим, менеджмент или маркетинг или иная другая область знаний, довольно-таки тяжело сказать о том, из чего это состоит. То есть уровень конкретики на уровень конкретики свести довольно-таки сложно. Управление бизнес-процессами область очень конкретная. Для того, чтобы можно было сказать, что мы занимаемся управлением бизнес-процессами, нужно делать очень конкретные действия, которые можно разбить на три основных этапа. Это этап разграничения, описание и улучшение. Каждый из них, каждый из этих этапов также состоит из определенных действий. Мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться. Но смысл в том, что все-таки для того, чтобы нам что-то улучшать, нам нужно сначала иметь возможность это улучшать, а для этого нам нужно иметь некое выражение, а выражением является описание. А для того, чтобы что-то описать, нам нужно понять, собственно, границы и рамки того, что мы описываем. Поэтому начинать цикл управления бизнес-процессами нужно с разграничения. Опять же, очень часто значимость этого этапа недооценивают и пытаются пропустить. Но именно здесь, на этом этапе закладывается вся платформа для управления бизнес-процессами. Продолжение следует...